Всем привет! Моё сегодняшнее видео про автозапчасти. Это уже традиционная рубрика, которую я вёл на своём канале, потому что я считаю, что для спортивных автомобилей запчасти это, в общем-то, половина дела. Ну и сегодня вам предлагаю посмотреть, сколько стоят запчасти. Ну и модель автомобиля, который у нас получил, получит эти запчасти, предлагаю вам угадать. Бренд у нас Aston Martin. Ну и посыл такой, что иногда бывают такие моменты, что запчасти начинают стоить дороже, чем автомобиль. Почему так случается? Ну всё просто, на старте автомобиль очень дорогой, со временем он дешевеет, но запчасти стоят столько же. Ну и, соответственно, доходит до какого-то такого определённого уровня, что запчасти стоят дороже, чем автомобиль. К сожалению, такое случается. Например, те же Maserati старые запчасти стоят дорого, автомобили уже недорого. В общем, перед вами капот, модель Aston можете отгадать сами, полностью карбоновый. Цена вопроса в районе 20 тысяч евро. 20 тысяч евро, вы не ослышались. Ну, в общем, будем сейчас его передавать покупателям. Жалко, что не сохранилась упаковка, пришлось её утилизировать, потому что она такого размера, транспортировочная коробка была, что она не влезала в микроавтобус. Вдумайтесь в эти слова. Ну, в общем, такой дорогой капот надо, конечно же, перевозить очень и очень аккуратно. Вот, например, на 550-е Феррари капот тоже будет стоить денег, но не таких больших. Хотя, те автомобили у Феррари, которые уже не производятся, запчасти, стоимость запчастей на них, бывает, тоже уходит куда-то в космос и доходит даже до определённых маразмов. Особенно какие-то топовые модели, типа Тестероса. Там, ну, действительно, всё стоит очень дорого. Ну, давайте вернёмся к нашему Aston. Ну, пишите в комментариях, что же это за модель. Ну, вот эти вот банальные коробки с надписью OZI, вы сами понимаете, что это такое, да? То есть, в нашем понимании это что-то такое неоригинальное для, например, автомобиля Lada или каких-нибудь корейцев. Потому, что в каждом шиномонтаже вы найдёте этого бренда какие-то изделия. Но, я сам даже не знал, оказывается, они производят Оригу для Астона. В общем, я вам показываю вот такой вот диск, который стоит 5500 евро и у нас их два. В общем, OZI производят для Aston Martin. Не знал, но, вот видите, со временем что-то узнаёшь для себя новое. Причём, знаете, я сейчас вот вам этот диск подниму и покажу, если, например, у Bentley там прям номера всякие, установочные данные, то здесь, в принципе, всё достаточно так банально и скучно. Тут даже слов про Aston Martin, по-моему, никаких не говорится. Но, вот сделано в Италии есть. В общем, вот такой вот диск, но стоит некое безумие. Но, к сожалению или к счастью, в принципе, если у тебя есть такой Aston Martin, я думаю, что для тебя это не должно быть проблемой. Потому, что сам Aston Martin стоит очень и очень немало. Но, это ещё не всё. Кстати, вот я в поддержку моих слов подтверждение показываю, что здесь есть оригинальная наклейка с логотипом и с номером деталей. Так что, как вы видите, вот эта вот компания производит для Астона. Но, у нас ещё не всё. У нас есть ещё кое-что на закусочку, на десерт. В общем, вот эта вот не очень приметная коробочка обычного такого цвета картона. Обратите внимание, какой она конструкции. Но и здесь у нас не менее дорогая запчасть. Всё для того же Aston Martin. Это фара. Ну, и посмотрите, как транспортируются фары для Aston Martin. Но, сколько стоит, в принципе, не буду вас томить. Открою секрет, ну, буквально подождите несколько мгновений. И сейчас вы всё узнаете. Но, обратите внимание, какая интересная здесь всё-таки упаковка. Ну, и, наверное, это отчасти оправдывает ту сумму денег, которую мы, вы, все мы платим за такие запчасти. Ну, в принципе, фара-то сама по себе. Ну, вроде фара, как фара. Но 7500 евро вы не положь. Ну, и смотрите, лицевая сторона фары лежит вот на такой же конструкции. И она не даёт ей соприкасаться, естественно, с поверхностью коробки. Но обычно фары такого плана либо делаются в пенопласте, либо на определённых таких подпорках, которые сделаны внутри коробки из картона. Но вот именно такую историю вижу первый раз. Это, возможно, какая-то новинка именно в упаковке таких вот деталей. Я тут для себя неожиданно узнал, что, оказывается, есть упаковка для локальной перевозки запчастей. Ну, во всяком случае, за границей. И есть упаковка для именно интернациональной перевозки запчастей. То есть, более далёкой отправки. И это две разные упаковки. И ты это можешь сделать при заказе, определённую упаковку заказать. Ну, мог бы сделать это. Не в нашей ситуации сейчас. Но, тем не менее, очень интересно всё-таки что-то новое для себя узнавать. Ну, вот такой сегодня у нас был сюжет. Заканчиваем его всё тем же красивым в Ферраре. Пишите в комментариях, понравилось или не понравилось. Как вам вообще цены на запчасти для Астон Мартин. Ну, и в целом, может быть, какие-то будут идеи, либо пожелания. Что вам ещё поснимать из этой темы. Именно про запчасти всегда рад. Всегда, в общем-то, позитивно смотрю на критику. Ну, и на всякие советы. Ну, на этом у меня сегодня пока всё. Я пошёл работать. Всем приятного просмотра.